вот так же не есть обвинение в пользу в вашу сторону то что вы молитесь еретиками можете объяснить откуда не серитиками а с молитвой господней если они считают очень наш а как у старообрядцев можно кланяться только чтобы не синхронно они кланяться я за ними тогда хоть на поклон нужно отставать за дурака говорится считают вышестоящих себя какие еретики я разбираться должен они вот сейчас отца владимира там кого-то там максима выгнали теперь молиться с ним нельзя санкционлеем нельзя молиться ну я их знаю ненавистные сыны гиены те кто выгнали а те кто выгнали сын агенты кто имеется ввиду ну так они злобятся так как с ними нельзя никак молиться теперь все уже и в храме они не будут причащаться то есть захватили приватизировали небо сами никто богохульники а как так как есть написано я так и поступаю в этом вопросе я спрашиваю как какой он еретик вот я попал допустим едем дороге зашли мы пензе были баптисты я зашел я говорю мы сейчас уезжаем и благословение попросить надо дальше от них молитва которая полностью сходится или я молюсь они сказали я молюсь перед богом очень наш а кто бы он ни был меня не касается я на очень наш говорю но если он скажет во имя отца и сына во святом духе они святому духу я уже аминь не скажу участие в молитве подтверждается словом аминь а не то что я рядом стоял пророк и я стоял рядом с жрецами валова ему немало не помешало и огонь сошел ну нельзя по старобрястики тупо так все это упираться ты ретик переходи к нам ты ретик переходи к нам ты ретик переходи к нам ничего не больше нету замуж выйдет осеменилась мужа выгнать я сколько знаете случаев вот у нас тут один был с новосибирска приехал ну и сватается до нее старобрядец мы знаем из хорошей семьи сам по себе хороший человек такой помогать другим ну и она бачка ну что здесь будет он не будет вещать а там только ну и помещайтесь и все помещался он из нет она пошла среди старобрядцем там приняли довершили еще надо сделали чтобы она старой веркой была то он нет она ушла в мир и все отвечать кто-то будет за это вы будете отвечать вы погрязшие в этой погони поганого языка я считаю там где-то в аргентине она вышла за индейц или в америке как только ребенок завелся они выгнали сразу он не такой но до этого почему вы не знали что они такой допустим свидетели его вы допустим будет вы когда они с ними будете мы вот допустим молятся вы никогда не никогда не молился и не придется я знаю что они еретики они не признают святую троицу а те которые признают святую троицу по православному как баптисты нужно быть осторожными вот они у меня пришли на занятия ну и все знают а вы как записка поступила в университетах я вел занятия как считаете дух святой есть или нету баптист я говорю а тут баптисты есть да если сидят там человек я говорю а вы верите и что иисус это господь конечно верю я говорю такая-то глава такой-то стих начиная первое коринфян никто не может назвать иисуса господом как только духом святым вы его признаете мне уже дальше не надо вторая часть уже с вами только кто признает его гос они признали его господом а эти не признают еретики они его не признают они его признают безначальным святая троица молятся они в этом вопросе не еретики они в другом еретики главное что нет рукоположенно священство вот самое главное вот в этом моменте где они уверовали здесь господь а дальше они почти другим путем все растеряли все понятно то есть вы строго это разделяете ересь их от правильного потому что если если вы ересью назовете то что они правильно говорят то вы сами похулите духа святого получать в томске был и подарил книгу там у них вот этот ксенс анже это андрей вот до того удивился это вы написали я так у меня еще 37 книг у какой же труд вы сделали ну и дальше а дальше такое я подошел к нему и говорю а благословите у вас можно он вышел провожать меня можем и мы едем благословите у них по-другому руки положил и так я теперь когда вернулся племянник снимал в это время ставить не ставить ролик я знаю как они ревнуют не о спасении моем они ревнуют о том что не могут найти ямы такой куда меня столкнуть они не могут найти ничего с чем можно меня убить и остаться незапятным кровью наконец побеседовал насчет такого-то патриарх там кирилл встречался с франциском там конечно благословился показывать другие еретики мы если с их позиции мы схизматики мы не лучше их конечно у нас не было 11 крестных ходов небольших восемь отдельно но иосиф волоский-то наш святой до силам сорска за что сражался кто царя этого сказать князь это был не царь князь подбивал казнить еретиков пока он не сбил я никогда не молился и молиться ему не буду это сталин на русском полигоне я говорю об иосифе волоском я должен разбираться как это может быть убийца может быть канонизирован когда он в этом не каялся никак и вот поэтому вот какой вопрос стоит я сразу по писанию тщательно сверяю противоречий нет я благословился и открыто говорю у католического ксенза я был подарил книги лично не встречался обоим папам франциску венедикту ну и что у них ничего нету от меня память и вот теперь появляются люди которые католики которые стали православными они сколько я могу показать баптистов всеми приходили адвентисты пятидесятники а люди которые на меня нападают у них ничего нету у нас один из минонитов пришедший немец отец геннадий пас генрих он был один чего стоит один доктор богословия и он не скрывает в доме игнать и одна беседа и он обратился евреи пришел какая у него вера там была на ум израилевич чистопородный еврей стал священником они судят у них то ничего нету покажи мне веру твою из дел твоих а я покажу тебе без дел твоих а я покажу из дел моих якобы 2 глава 13 стих покажи веру не прячься покажи веру твою без дел твою что он покажет на без дел то ничего и нету а из дел я тебе покажу с утра до вечера какие дела как господь хранит от всего